Добрый день, дорогие друзья! С вами магазин Охотник KZ и канал ProHunt. В прошлых видео мы с вами поговорили, каким образом продлить ваше разрешение на оружие, каким образом осуществляется получение разрешения на приобретение огнестрельного оружия, но остались еще ряд неосвещенных вопросов, которые мы постараемся осветить сейчас. Например, это отчуждение оружия, то есть каким образом оружие можно подарить, например, от отца, сыну, каким образом наследуется оружие, каким образом оружие реализуется и что делать в случае утраты документов. Начнем с первого. То есть первое это дарение оружия, например, от отца к сыну, либо от деда к внуку и так далее. Любая ваша единица оружия, она является вашей собственностью и вы можете ее отчуждать в любом порядке, в котором вам заблагорассудится. То есть вы можете ее подарить, вы можете продать, вы можете за ненадобностью, например, сдать в органы внутренних дел и уничтожить эту единицу. Ну так вот, каким же образом оружие дарится? Для того чтобы подарить оружие, например, от отца к сыну, вам необходимо сделать так, чтобы у сына было разрешение на приобретение данного оружия. Подаете на разрешение на приобретение таким же образом, как мы это делали в предыдущих видео. Далее, отец и сын приходят в органы внутренних дел по месту регистрации оружия, то есть в органы внутренних дел, где проживает, например, отец. И пишет заявление, прошу снять с учета принадлежащую мне на праве собственности, например, ружье ТОС-34 в связи с дарением сыну Иванову Петру Сергеевичу. Сотрудники органов внутренних дел принимают данное заявление и снимают данную единицу с учета с отца и вписывают эти данные, данные этого ружья, то есть номер, наименование, марку, модель, в разрешении на приобретение сына. После чего сын посредством портала Е-лицензирования подает на разрешение на ношение. Эти вопросы мы с вами обговаривали уже ранее. Далее, следующий вопрос это наследование. Наследование это наследование оружия в случае, например, смерти его владельца. Согласно закону об обороте оружия, данное оружие должно быть сдано в органы внутренних дел в срок не позднее одного месяца, с момента смерти владельца. Почему? Потому что все остальные члены семьи, они, соответственно, не могут хранить данное оружие, то есть не имеют разрешения на его хранение. В право наследования наследники вступают только через полгода, то есть по истечении шести месяцев. И данная единица оружия, она может быть унаследована только по истечении шести месяцев. То есть данный срок, согласно законодательству Республики Казахстан, это ружье должно храниться в органе внутренних дел. После чего наследник таким же образом оформляет разрешение на приобретение оружия, после того, как он вступает в права наследства, приходит в органы внутренних дел, и ему также сотрудники полиции вписывают данную единицу в его разрешение на приобретение, после чего он подает разрешение на хранение и ношение данного вида оружия. Порядок реализации огнестрельного оружия. Если раньше в законодательстве было необходимо получать разрешение на его реализацию, сейчас данный пункт упразднили, и каждый гражданин может реализовать свое огнестрельное оружие, но посредством специализированных организаций-поставщиков, то есть через комиссионный магазин. Данный человек берет принадлежащее ему огнестрельное оружие, берет свое разрешение, приходит в оружейный магазин комиссионный, где заключает с магазином договор о комиссионной продаже данной единицы оружия. После чего оружейный магазин уведомляет органы внутренних дел о том, что приняли эту единицу оружия на реализацию, после чего орган внутренних дел снимает ружье с учета владельца бывшего и ставит на учет магазина. И реализация производится только после того, как ружье попадает в магазин. Самостоятельно продать ружье вы не можете, так как это противоречит закону об обороте оружия. Также один из моментов, которые хотелось бы осветить, это, во-первых, смена хранения оружия. То есть если человек, например, переезжает с одного места жительства на другое, соответственно, меняет свой адрес. Что же нужно ему сделать, чтобы уведомить органы внутренних дел или получить там новое разрешение на хранение и ношение? В случае, если вы переехали, изменился ваш адрес, вы также через портал елицензирования посредством электронно-цифрового подписи подаете заявление и выбираете пункт. Там у вас две строчки будет. То есть первое – это приобретение оружия. Это мы уже делали первоначально, когда только приобретали оружие. И второй пункт – это перемена места жительства. То есть после того, как вы изменили место жительства, вы подаете снова на разрешение на хранение и ношение только по другому адресу. И органы внутренних дел, где вы проживаете, которые обслуживают территориально ваше место жительства, они выдадут вам новое разрешение на хранение и ношение огнестрельного оружия. Если же вы потеряли ваши документы, документы сейчас распечатываются через портал елицензирования. То есть ваше разрешение может быть распечатано сколько угодно раз. Вы его можете распечатать, положить там, например, себе в портмоне, в рюкзак, в чехол вместе с оружием. В общем, чтобы это разрешение было всегда с вами. Печатать его нужно, конечно же, с двух сторон в хорошем качестве, так как есть там QR-коды, которые считываются планшетами сотрудников полиции либо другими сотовыми телефонами обычными. И если есть выход в интернет, то по данному QR-коду можно увидеть полностью все данные по данному разрешению. То есть фамилии, имя, отчество владельца, что за единица оружия, какой калибр и, соответственно, до какого срока оно действует. Вот как бы основные вопросы, которые мы хотели разобрать сегодня. Я надеюсь, данная информация вам поможет в будущем. Если есть какие-то определенные вопросы, задавайте, мы с удовольствием на них ответим. Магазин Охотники из Ад, телеканал ProHunt. До свидания.